всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет enter и мы сегодня делаем обзор на карту люси кап ну то есть это такой крутой как сказать крутой кап в такой да кап то есть это не варкап это целый турнир будет из трех карт который начал свое шествие с 9 сентября закончится он через три недели и вот появились результаты первой карты и мы собственно пишем для вас этот обзор карта карта вот сейчас я буду обозревать показывать что здесь как устроена по идее карта сама на стрейф без пушек без всего и на старте мы видим то что у нас внизу какие-то шипы попробуем упасть туда упасть нельзя тут есть всякие лампочки какая-то единичка видимо топ-1 кто-то это единичка это первая карта на 1 1 карта из трех лампочки тут к сожалению не цепляются к сожалению новым лампочкам ну мало ли можно по ним можно было прыгать так сейчас его доставили что что записывается все нам все идет и так у нас впереди под попробуем на него допрыгнуть ну в физике себе он это сделать легко благодаря чуть сложнее будет дальше надо туда вперед наверно прыгать а он сбоку можно прыгать хотя кажется что можно и туда видимо нельзя здесь у нас ну к себе можно вот так вот боком попытаться подняться кнопочка ну и мы совсем покажу какие кнопочки нажимаю как там дэв сейчас 0 другого динга 1 значит да вот таки на блока можно завязать и дальше у нас видим то что просто стрейк видимо здесь у нас я упираюсь стенку и вот видимо вот там вся карта видно вот туда как надо будет проходить здесь в принципе ничего интересного здесь у нас тоже стенка кстати немножко по-другому устроена ну да кстати что то можно влезть здесь тоже клип я думаю что если я сюда упадут у меня убьет но я проверю мало ли здесь или по-другому давай нет меня убивает вот так дальше здесь у нас такая типа рампочка на которой вроде как можно подлетать здесь уже нету кстати клипа и можно вроде как опрыгивать вот таким вот образом ну да в цепи в принципе можно эту рампу использовать и как-нибудь тут подлететь и вот туда вот наискосок наверно пролететь вот здесь у нас стенка а здесь у нас клип который не дает это пройти так здесь здесь что у нас здесь у нас смерть до смерти да скорее всего нам проверить надо ну да естественно как мы будем прыгать на карте если не будем знать где смерть а где телепорт вот я пытаюсь по чуть-чуть прыгать дальше мы видим то что здесь такие типа рампы а здесь оба есть текстуры но лоб здесь как не пытайся оба не словишь да к сожалению или счастью по идее рандомных обувь потому что можно было тогда попробовать вот 10 рандомного парамбе как-нибудь словить и поставить очень неплохой тайм который потом бы замучились перебивать здесь у нас клип как я понимаю туда падать нельзя и здесь здесь тоже клип для того чтобы сначала дойду до финиша потом покажу как здесь устроено вот здесь тоже прыгать нельзя а здесь можно падать можно набирать макс пид здесь то есть карта сделана вот таким вот каким-то не очень хорошим килл триггер не затянули или не знаю как сделали а здесь нет финиша мало ли что здесь еще интересно и допрыгнул так падаем вниз туда мы никак не залетим потому что клип справа вроде бы тоже нельзя да тут тоже клип и здесь дорожка только вперед поворот налево поворот направо с кучей таких вот труп тоже клип наискосок клип то есть не воткнешься ну кстати да это классно сделано по идее особенно для выкутри я думаю здесь у нас тоже все закреплено все стенки в клипе и здесь тоже и здесь у нас джампад видимо у нас подкидывает вверх он нам сбрасывает скорость до нуля и кидает вверх но наверное вот сюда потому что больше некуда здесь еще один джампад который нас и тут еще телепорт ладно здесь ничего не является и здесь этот джампад который нам разную скорость дает то есть получается что вот эта скорость который от этого джампада она зависит от моей скорости то есть если у меня вот вот 0 он точнее просто не прыгну 655 если я как-нибудь старых но вот сразу почти 1200 было я даже еще 10 давай 1100 почти даже этот сделан какого клип на котором можно стоять так нечестно я ударился в этот клип и заборол хороший тайм по идее судя по всему здесь на 1100 где-то нужно строить вас и пемли больше даже пытаться и можно кстати попробовать наверное здесь скорость набрать и с поворотом как-нибудь построить эти потом вот завернуть вот таким вот образом на не знаю будет ли это плюс может просто обычный вот циркал это дает больше скорости но циркал долго по идее крутить но не знаю по дымкам я думаю посмотрим потом здесь у нас можно ходить между столбов здесь у нас тоже можно ходить между столбов я думал что клип сейчас упрость на нет и кстати я здесь могу ходить поэтому по этим дыркам вот по воздуху они боятся упасть вниз это не только читер он и волшебник ладно я туда если упаду то убьюсь наверно но я проверю сейчас я попробую до финиша добраться финиш у нас вот 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 здесь вот в общем прямо 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 в тупике когда втыкаешься надо было здесь проверить друг здесь раньше я думаю там но да он скорее всего натянут просто вот полной текстурой так здесь еще раз а здесь клип кстати он просто чуть-чуть дальше а с левой стороны сейчас я сейчас проверю а здесь он до поручить дальше ладно ну чтож попробуем еще раз посмотреть все это сначала я наверное альтаб нас сейчас в экран в радиант и покажу как она все выглядит в радианте кран вот вы сейчас видите как она выглядит со стороны маккера который все это делает ну в 3d виде естественно старт триггер у нас так начинается вот здесь этот сын и до стены чуть дальше этого столбика и его никак не перепрыгнуть ничего с ними сделать вот дальше у нас вот этот вот kill триггер который натянут на полу его по идее можно обойти ну то есть вот на вот этом уголке можно впрыгать если сюда кто-то залезет но в общем вот эта штука на полу это kill триггер который нас убивает как же не видишь что это делаю но но я представляю примерно боков вот здесь от красной вот эта штука и вот это вот красная штука это клип который нам не дает туда пройти за стенки вот что есть еще интересного здесь в принципе ничего интересного здесь вот этот триггер старта этот триггер чекпоинта который просто чекпоинт и сразу заканчивая вот этого уголка у нас кончается клип и можно вот здесь вот срезать вот хоть прям с краешка вот с этого можно прыгать и лететь туда куда нибудь да карта в принципе не такая сложная но все здесь клипом обделано триггерами большой здоровенный триггер килла который нас убивает который здесь натянут и здесь вот вот эти все стены вообще в клипе вот слева клип справа справа клип вот здесь вот спереди тоже вот этот клип сделан натянут от стены до стены причем их две штуки и к сожалению таким образом и даже если мы сделать сделаем дабл джамп какой-нибудь вот вот допустим разгонимся разгонимся подпрыгнем на вот этом штуке поле попробуем облететь сбоку мы уткнемся вот в этот клип и упадем вниз вот в этот триггер который нас убьет то есть облететь вот эту всю штуку у нас никак не получится типа срезать или чего-нибудь сделать вот поэтому нам придется биться головой эту рампу падать вниз лететь лететь прыгать по вот этим удар там дорожки по да есть мы летим вниз здесь на джампад который кидает наискосок вверх и вот он клип на котором я стоял он вот так вот таким вот образом устроен сразу за ним начинается большой триггер телепорта вроде бы до который нас телепортирует вот туда вниз вот ну и после триггера мы летим вверх вперед цепляем триггер чекпоинта летим вперед вот они как раз два клипа который по бокам и вот он большой триггер финиша натянутый который никак не обходится и до его здесь снизу никак не зацепите ничего с ним не сделать вот ну что ж возвращаемся к игре цена сейчас мой экран должен появиться да он появился и мы попробуем по пойти чуть быстрее ты будешь давай ты попробуй покажи ну давай я в принципе наверно сразу начну с возможных роутов чтобы долго не тянуть первый это мы делаем дабл джамп и высоко-высоко подлетаем чтобы его сделать нужно ну скажем прямо перед приземлиться прям перед рампой перед рампой и для этого нужно еще за спейсингом за своим очень тщательно следить потому что я слишком много скорости то прыгнешь в рампу если слишком мало скорости то можешь вообще перелететь и поэтому чтобы сделать хороший должен нужно естественно идеальную верную идеальную скорость спейсинга ну как можно больше скорости и как можно ближе к рампе приземлиться но не цепить зацепить и а ты куда летел после дабл джампа если его делал наискосок налево и как далеко они очень вот как-то так это наверно будет замужем вам выглядеть и вот тут можно в принципе как интер показывал но сейчас не очень конечно вышло в принципе вот этот наибыстрейший будет путь я так думаю именно вот с разворотом потому что circle ты пока упадешь пока покрутишь это все очень долго и но тут очевидный конечно без рампы без среза просто вот так вот по всем текстурам попрыгать сделать получается поворот лесов ну там там особо ничего не меняется единственное вот как ударяться в эту рамку и в нижнюю рамку и самый такой более-менее сложный это срез может стать джампа то есть стрейфить в полную силу и со всей дури врезаться в эту рамку набирая скорость и падают жердочку я бы еще тогда два варианта показал ну то есть выкутришь на дорожка а ну выкутри да нет я я не знаю по моему она не очень вязабельно так как вариант можно делать double jump от жердочки от этой чтобы побыстрее удариться головой до чтобы побыстрее в рамку удариться и чтобы она скорости больше вертикальные дула что-то у меня стрейфинг клеится ты вырезаешься в рампу вот так вот сколько я пройду 21 и 2 это я наверно где-то в топе 5 надеюсь вот ну и выкутри да если выкутри ты имеешь ввиду вот так вот да на вот эту вот штуку ну цп по моему сложно это сделать я делал там нужно просто приземлиться самый уголок и потом можно спокойно стрейфить по прыжкам принципе нормально выходит старт надо прямо щел края как можно дальше начинать да и приходится зигзаг делать ну зигзаг это уже медленно наверно будет ну по идее самый прямолинейный самый быстрый путь это можно также с краешкой просто на полную мощность трейфим в эту рамку и срезаем вот там вот угол принципе ну самый быстрый я считаю ну так и скорее всего будет даже по демкам 1200 я думаю надо выбивать с рампы и да ну ты я уверен что будет много демок которые прошли особенно в кутри наверно прошли вот эту всю карту хорошо 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 находит этого джампада и вуаля они засирают весь тайм потому что во первых тут неуклюжий клип который мешает у него даже стрелять можно это он я по нему стреляет но не помню я сразу замечу то что я я чуть-чуть играл совсем чуть-чуть и моя дорожка она кривая хреновая я проходил в кутришной дорожкой начала и циркл делал на вот этой вот штуковине поэтому я застрял кучу время о да там есть клип по нему можно чуть поправить на это ничего не даст в принципе маппер молодец то что сделала тут клип это для вы кутри я думаю в первую очередь было полезно что они могли врезаться не боясь что от трубы их как не так отнесет либо вот сюда как попадут в эту дырочку здесь тоже в принципе ровненький клип который не даст во что-то врезаться на спокойно вот этот угол за скимить если нужно будет давай сменим физику вы кутрищика проблем давай про моды в кутри здесь в принципе даже в кутри могу сказать то что здесь очень сложное начало в два прыжка как бы вот давать отсюда допрыгнуть и не споткнуться вроде как для новичков сложно а вот если с остановкой ты же допрыгиваешь если есть на поле завода вот такой да да в принципе без проблем если много кому было сложно туда допрыгнуть ну да скорее все я даже я не могу ну кутри в принципе первый роут тоже самое очевидно это блин сейчас показывал да как ну да активы вот но это самый очевидный скорее всего роут такой который вот прям сразу в глаза бросается людям по себе не думают еще что можно вот там вот связать для если есть роут здесь побыстрее то есть для этого нужно приземлиться прям перед рампой и приземлиться на прям самый вот этот уголок да прям но это но это очень сложно и еще долететь до жердочки дали либо до жердочки либо справа от нее то есть либо вот как рассказать на это нападик сюда нет правее на эту верхнюю штуку да вот они запрыгнуть а ну вот жердочка я принято вот на нее либо сзади сбоку от нее а ну вот это но сюда полегче да по идее здесь надо будет делать ground frame ground frame и можно спокойно здесь право кстати можно спокойно втыкаться в стенку здесь же клип то есть можно втыкаться в стенку прыгать но если вы кутри будешь втыкаться в стенку то а там тоже рампа вроде бы может головой удариться нет нет нету только вот но там надо чуть-чуть в бок нажать чтобы удариться головой в рампу и потом вот так вот можно податься ground frame и попрыгивать да и вы кутри здесь спадом так как нету контроля нельзя завернуть набрав скорость по тут уже точно как предлагал enter надо делать си джеем таким образом и халби там как-нибудь стрейфить или ну очень жестко надо стрейфить наверно ну типа того как то наверно сейчас попробую сделать со срезой но стрейфить тут сложно и попал надо вот именно еще на уголок на самый этот уголок сложно попасть кроме того я еще не питаю до сложный начальный прыжок он плохо влияет на сложный в общем его делать но этот road я не знаю я не у кутришник может у этого лучше получится нет я тоже доставка нифига не далечо я вроде как проходил на вот хотя бы вот сюда можно долетать в идеале в идеале нужно сначала стрейфить вправо а потом отсюда уже в общем наискосок вот так вот прыгать налево бой больше скорости и более угол пологий получается и вот прям с этого уголка прыгать до вот этого трампочку они рампочку перила перила точно как назвать вот мы из перилена дальше с трейфим либо делаем граунд фрейм втыкаемся головой либо втыкаемся боком в эту стенку и потом нажимаем чуть влево бьемся опять головой и трейфим с граунд фреймами вот здесь тоже либо в эту стенку либо тем же граунд фреймом но и здесь циркал и стрейфим до финиша вот в принципе такая карта выглядит неплохо клипами здесь сделаны тоже неплохо срез больших никаких нету вроде не сложная карта поэтому очень много демок прислали и мы сейчас и будем смотреть ну а что же переходим к просмотру демок демки меня здесь их как как называлась люси к крылом люси кап 01 вот у нас аж 33 демки в себе мы сколько там колбасе внутри 16 вот ну чтож начнем с быстрее их называть до окей 16 ладно место номер 16 кипиш челябинск смотреть play кипиш кипиш что-то новое это что-то 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 новое в дефраге сделал два прыжка то есть чтобы все таки когда прыгнуть немножко по моему рампа ватнулся на видно то что новичок пытается стрейфить да ну кстати для новичка стрейфить весьма неплохо ну вот какие-то элементы он делают очень хорошо но советую попробовать посмотреть гайды на стрейф как куда правильным взгляд на направить как быстро менять эти зоны и такое то есть больше тренировок мы все получится ну да дальше хэйз русс россия чё по очереди или меня называть ну давай больше ну давай 15 место на быстро побыстрее на 1 и 3 принципе на целую секунду посмотрим где он и и фуро почти допрыгнул чуть-чуть не хватило а вот в принципе тут наверное вырвал на 1 нот на старте у него стрейф получше а ну да и стрейф кстати гораздо лучше принципе четче поехал отколся в стену здесь даже граунд фрейм и какие-то такие знаешь подровнять немножко и будет очень даже хорошо есть куда расти конечно всем есть куда расти даже у стрейфа ой даже у энтера стоит такси киан x 14 место россия тольятти двадцать семь и три быстрее 2 до 2 с чем-то 23 что ли делал два прыжка потому что подряд сложно он наверно бром попал на цепил но не сильно скорость сбросила ударился головой в рампу в принципе неплохо процент даже почти заскинул то что нужно вот но здесь очень далеко упал от процент джампада и скорость не так чтобы скорости можно было попытаться больше набрать вот ну чтож я не остался нет здесь да да окей вкус россия play быстрее на 150 где-то так сейчас посмотрим он допрыгнул допрыгнул два прыжка проходил справа без срезы и вроде бы нормально головой удалился с разворотом неплохо так почти заскинул уголок но здесь очень очень на джампад не попал лучшим гранд-фрейм сделал и стрейф то есть на 700 это плохо с циркла надо было побольше набирать ну да джампад не в очень хорошем исполнении но в целом неплохой стрейф да я считаю вначале допрыгнул он бы если бы с джампада постарался чуть побыстрее дал бы еще быстрее думаю он бы занял вместо нюка 12 26 7 россия твой вот не он сделал на 0 5 быстрее где-то посмотрим он допрыгнул тоже неплохо и он сосредоточил с уголка допрыгивал наскосок бился боком перелину гранд-фрейм заворачивал тоже неплохо но очень быстро да пока и он без циркл джампа делал но там очень маленькая скорость ожерения то есть если бы он сделал циркл джамп было бы побыстрее на джампаде вот гризли россия воронеж плей россия воронеж догонишь 26 0 быстрее на 07 тоже допрыгивал до куда надо не делал срезу но делал гранд-фрейм навелся головой в принципе нормально в рампу что же он так без срез до не заметил или не получалось не знаю не знаю может быть не получалось хотя там ну гризли в принципе стрейф такой как бы не совсем хорошие в отличие от его пушек принципе так дальше эффект двадцать пять и семь плей перегнал он гризли на 300 посмотрим где он это сделал да делал с гранд-фреймом вот у меня к сожалению тайм буквы 3 здесь не очень мало играл там чеки у тебя да да у меня в общем у меня 25 и 5 а у него 25 и 7 помедленнее чуть-чуть проходил ну чтож дальше переходим редборн белоруссия 24 9 ты же вроде говоришь нет и я окей play быстрее на 08 то есть сейчас пошли тайма которые быстрее достичь 5 уже неплохие стрейферы собрались ну да много скорости отлично все проходит уголки и циркал неплохо вышел да весьма весьма такой хороший стрейф но я бы посоветовал нажимать кнопочку прыжок по реже немножко ну чаще по меньше времени добыл более кратко потому что во время того как держишь кнопку прыжок стрейф чуть-чуть слабее набирается да побыстрее на 130 and got the qn белоруссило play да здесь большинство проходило вот со среза уже неплохие стрейферы собрались много наверно играли играл фрейм вот сейчас неплох был да хороший циркал почти на тысячу был на сервер тайм 11 минут я не знаю стоит ли верить что он играл 11 он может быть много играл просто это ну да да следующий день там типа окей ник швейцария play шведом швейцария швеция 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 швеции 24 7 быстрее там на совсем чуть-чуть на суточку даже меньше среза делал вокруг обходил но скорость и больше было это он онлайн играл больше скорости и 930 не было слишком джампа он даже сервере который рекорд поставил видимо только-только когда начиналось начинался как обладать им можно посмотреть сейчас это такая-то а и фиг за когда-то на самом деле ну да неважно а иди 24 6 быстрее на 168 уже из россии вновь интересно как же там лишь за 23 проходит там кстати народа решила поучаствовать ну там действительно хороший стрейк не убился здесь тоже ударялся и головой принципе неплохо прицепил граунд фрейм прям отличный вообще был здесь почти без гранд фреймов умудрился завернуть и здесь у него он очень халбитом скорости много набрал в принципе джемпад хорошо зацепил за счет чего и вырулил сейчас айди был на одиннадцатом месте быстрее по времени но как быстро летит время кет я забыл окрашивается венгрии быстрее на 0 2 он кет характеризуется очень классными гранд фреймами и хорошо он проходит очень стрейфовые карты было но тут что-то он что-то у него пошло не так и позади аж пятое место может у него просто сильный ох ты он почти срезал прыжок да он прыжок умудрился срезать он плохо набрал после джемпада в принципе в этом есть минус и без логина смс 24 3192 из сша play как это прям интернациональный у нас получается и венгрия и швеция и белоруссия и украина там у него левый этот циркл джам был здесь без гранд фрейма то есть без срезы ну такой стрейф то сильный граунд фрейм отличный получился у него в конце очень стрейк хорош и он очень много скорость набрал то есть кет до джампа дошел быстрее и но благодаря тупо халфбиту и классном стрейфу смс его обошел в конце бригант 24-0 аж нифига себе третье место занимает открывает настройку лидеров с чему поздравляем поздравляем двадцать четыре ноль 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 не получилось не выйти да не получилось выйти 24 но вот он прыгал на уголок и здесь умудрился долететь до краешка да неплохой роут уже оригинальненько в принципе все тысячи с цирком вот они очень плохо хорошо было вот ну что сказать офигенно так держать ну да да ну дэкс дэкс топ 2 до дэкс неужели 23- 5 5 15 дадавай ты говоришь или на той хв naturex второе место нокаставный капот ну не знаю собрать ситуации неизменна как насколько я мог видеть почти на середину приземлился и здесь сделал минус прыжок. Да, вот здесь это, конечно, чуть-чуть поближе бы к джампаду было бы еще круче. 960 было с джампада, вот. Ну, офигенно, в общем, пройдено. Особенно начало со срезой, он почти на середину а перелина допрыгнул. Вот, и это ему очень много сэкономило. Да, ну а в конце как-то медленно мне показалось именно вот прямая. Он плохо пространил. Он буквально там 100 миллисекунд можно было встретить, если поближе к джампаду приземлился, но там, мне кажется, там очень сложно до него допрыгивать таким образом. Вот. Ладно, FPSOKKIL. Я не знаю, как это расшифровывается, но... Это Локи, Локи, это. Он переставил просто буквы, это FPS. Локи, это мой земляк. Видишь, это мой братюни, это не то, что твои гризли там на 15-м месте. Это вот, видишь, как FPS рулят. Ладно, давай смотреть. Play. Перебил дексона на 50. Но, исходя из личной информации, которую мне Локи передал, там изи 23.3, 23.2 и 23.1 тоже, в принципе. Тащи на середину. Допрыгнул докуда нужно. С джампада. Вот классно, говорил, он фейнул. 950 у него было вроде бы. Вот, и финиш. Ну да, джампад он не очень хорошо пошел. И финиш тоже не очень хорошо сделал. А вообще, ну вот я за ним следил. У него получалось в раза два лучше, вот эта финишная часть. Если бы он ее сделал, то он бы сделал 23.2. Он не залегался, кстати. Ну, это было нарочно. Чтобы в тайме полить. Так, ладно. Ну что ж, переходим к CPM DemCam. Challenge Promote. И начнем 30... Какое там место-то? 33-е? 33-е какое-то. Мы тут... Мы тут надолго. Надолго. Ну а, быстренько. RX-8, play. Россия, 25.6. На 2 секунды медленнее, чем топ-1 в Q3, но... Ну да. Все равно. В CPM здесь спокойно пропрыгивается без проблем. Два прыжка. Он даже на 180 развернулся. Только он кнопочкой вперед почему-то заворачивал все время. О, спиралька неплохая была. Перед буквами справа-влево было. Ой, он не попал в зону. И сейчас не попал. Ну он новенький, новенький. Я его знаю. И я думаю, у него большое будущее. Так что... Да, пускай старается. Да, старайся лучше, братан. 32-е. Криворуков, 25.1, play. Из Эстонии. Чувак. На 500 побыстрее. А еще я хочу сказать, что у меня демки грузятся в 2 раза медленнее, чем у тебя. Поэтому я молчал. Потому что я не знаю, что там происходит. Я могу только слоупок комменты какие-то отдавать. Ну ты говори play тогда чуть позже, что ли. А, ну да, в принципе, можно попробовать. Ты сначала тыкаешь, а потом говоришь. Ну я одновременно это делаю. Ну в принципе, в общем, по стрейфу очень даже неплохо. В целом плавненько, без лишних дерганий. Но сам джемпад прошел не очень быстро. Гоганафт за 4.9, play. Быстрее на 0,2 секунды. Так, мне тоже нужно сначала тыкать. Точнее, сначала говорить, потом тыкать. Да забей потом, если что. Я скачаю новый iDefe и думаю, все пройдет. Вот, ударился головой. В принципе, стрейфа не хватает. Скорость совсем не растет. Как была девица, так и осталось. Хотя можно было набрать чуть-чуть. И постараться. И здесь тоже он частично не попадает в зоны. В общем... Ну, я знаю, он в принципе редко играет. Но пока это, наверное, лучший джемпад за историю. Джемпад неплох, но по стрейфу у него не хватает скилла. Больше старайся, развивайся. Да, читай книжки. Быстрее на сотку, зупер зучи. Россия-Москва, play. 24, 848. Так, начало у него, в принципе, стандартное. Никаких проблем. Делал даже без срезы. Приземлился прямо перед краешком. Заворачивал. Очень мало скорости набрал. Начиная с рампы. Можно было попробовать как-нибудь побольше ее поднабрать, что ли. Это всегда так рассуждаю одно, типа, ну, можно же? Да. Ну, не получилось, на что поделать. На фрейм. На фрейм перебил КТ-руф. Санкт-петербург. Play. 24, 840. КТ. Это, наверное, контры. Или, не знаю, крыша. Руф. Это крыша, да? Да. Сити-руф. Ну, и, не знаю, может, сити, может, контртеррорист, может, еще что-нибудь. Ну, может быть. Так, заворачивал кнопкой влево-вправо, но можно было попробовать двумя кнопками пострейфить, мне кажется. Ну, стрейф не очень хорош, можно постараться получше, если посмотреть гайды, куда хотя бы мышку направлять, потому что часто он мышку направлял, выходя из зон, и скорость совсем не набиралась. Да, у нас на канале есть, если что, гайды для стрейфа, для рокета, для плазм, для всего-всего, в принципе, даже для овербаунсов, так что захотите, смело смотрите, и будем надеяться, вам это поможет. Побыстрее на 300 кирмон Россия Москва. Плей. Демок дофига. Да, причем, заметь, можно выявить процент новичков, исходя из таких, из, ну, из плохих, прямо говоря уж, таймов. Ну, в СПМ карта легкая, первые два прыжка легко делаются. Ну, да. Почему-то активизировался, активизировался много-много. Демок прислали, даже удивлен немножко. А может, надо почаще на стримах говорить, что присылайте демки, и тогда будут, так и будет. Так, ну, я мало что могу сказать про его дорожку. В принципе, неплохо приземлился на джампад, но он, как бы, по стрейфу не догоняет. Себя. Ну, по стрейфу, да, не совсем, не совсем, не совсем надо лучше стараться кирмом. Роди, Россия. Что-то ты говоришь или кто, а я уже забыл. Ты, ты. Окей, плей. Давай половину я, половину ты, потому что по одному как-то путаемся, кто-то должен говорить. А по половине неудобно, наверное. Нет, ты запоминай, не знаю, я не путаюсь. Использовал джампад, потерял на нем скорость, но, в принципе, из-за того, что высоко подлетел. Модель стрейфил, наконец-то кто-то пытался стрейфить в этих поворотах. Да, но, к сожалению, очень мало скорости у него, там, 600 было после джампада, и он... Да, мне кажется, он не понял, как джампад работает, и поэтому... А мы, кстати, не объяснили, по-моему, как он работает. Ну, как я объяснял, то что он скорость дает, да, либо с цирк, ну, в общем... А, ну, ну, в общем, чем больше у вас горизонтальная скорость, тем больше он скорости дает, по идее. Ну, по направлению прямо к финишу. И на 200 побыстрее сделал fall, Россия 43. 44-й это, судя по всему, регион, плей. Обогнали, вроде, вроде оставили где-то в хвосте. Соберись! Играй лучше. Старайся лучше. Ну, поиск дорожек это тоже такая штука, которая не всегда получается. Ну да, да. Вот, 800 с джампада. В принципе, в зону почти правильно попадал, но не очень четко. Не могу что-то определенное сказать. Ну, надо больше тренироваться, наверное. В принципе, тут вот всем до 20 секунд. Всем надо лучше стараться просто больше тренироваться, и тогда все получится. Так что, кто говорит? Ты говоришь. Окей, play. Рикоши Австралия. Австралиец у нас. Это, он, по-моему, прислал ВК-3, да? Ага. Вот. Не, он ВК-3 не прислал. А, окей. Он делал срезу, бился, в принципе, неплохо. Сделал циркл на 360, заворачивал кнопками вправо-влево. Хотя можно было пострейфить. Приземлился прямо перед джампадом тоже, что не очень хорошо. И вот здесь от пострейфа он не очень попадал сначала. Ну и вообще в зоны. Ну, мы сейчас, я в основном минусы говорил, которые я видел, а так, может, неплохо для него. Убилили Австралии. Так. Take 5. 23, 8. Россия, play. Побыстрее на 112. В принципе, ну, у Рикоши еще видишь минус. У него сенс очень большой, судя по всему. А с маленьким сенсом очень... Намного удобнее стрейфить, потому что ты больше контролируешь. Ну, проще в зону попадать мышкой. Ну, да. Но он, может, даже про зону не знает. Ну, там стрейф очень мало скорости набрал. Вот здесь вот при воротах. Да, он вообще не попал даже, в принципе, в худ. И поэтому так. И вот здесь вот в конце вообще скорости очень мало набрал. К сожалению. И очень многое задерживает джамп, кнопку, поэтому еще не набирает. Постарайся проследить за этим. И как можно вот прям вот фреймово, так сказать, нажимай вот прям тык-тык-тык. И тогда сразу увидишь, результат пойдет на поправку. Отвечаю. Хейз, Россия, play. 23,600. Быстрее на 200 миллисекунд. Тоже Россия. У нас почти все джампки из России. Да, давайте. Такие дела. В принципе, нормальный поворот. Но, входя, когда бьешься головой, особенно в CPM, неплохо бы немножко горизонтальной скорости иметь. А при развороте вот таком скорость все теряется. Но горизонтальными имеют в виду справа налево или слева направо. То есть ее можно потом вывернуть вбок и больше чуть скорости будет. Какой-то, видимо, фейк. Не знаю, под кого косит. Ну. Под Enter, наверное. Enter, фейс-фалцы. Он лучший дэм-ку все недели играл, наверное. Ну-ка, давай посмотрим. Ты говоришь, да? Play, 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 play. 23,5. Быстрее на 0. Ну, почти на 0,1. Смотри-ка, я аббревиатура какая-то странная. Tloytle. Ты видел? Я не знаю, как это переводится. Хорошо, а вытся. Ну да, конечно, если твой фейк. Вот он, кстати, направо-налево горизонтальной скорости имел. И эту скорость сохранил вот здесь вот. Конечно, он тоже знает, как стрейчить. И стеркал хороший. Да, только вот у него очень плохо получалось переводить зоны. Ну да, опять же, с этим вопросом можно обратиться к нашей теории в видео. И там это, кстати, вот эта же проблема очень подробно рассказывается. Побыстрее на 300, Lighters, Россия, Ханты-Мансийск, я так понимаю, play. 23, 208. Ну что ж, начало, в принципе, OS Double Jumbo. Первый раз такое вроде никто так не проходил. А, не, вроде делал, но... А, не, за это... Горизонтальной скорости у него не было, поэтому здесь он здесь, мне кажется, лишний прыжок делал. Но из циркла, в принципе, неплохо набрал. И здесь вот в зону попадал, набирал скорость неплохо. То есть, в нескольких местах можно было там чуть-чуть побыстрее сделать. Да, тут опять же посоветую нажимать кнопочку прыжок. На многое... Как правильно это говорить, я понятен. Не побыстрее, да, наверное. Так, с меньшей задержкой нет. Да, нет, разберёмся потом. Да, кто там, хардкор, да, теперь? Да. Play. 23,080. Быстрее на 200 миллисекунд. Так, начало прям быстро, не резко. В зону, в принципе, попадает неплохо. С Double Jumbo делал. Имел горизонтальную скорость. Немножко в стену ударился, потерял скорость. Так, а здесь он... А здесь он очень мало скорости набрал, мне кажется, после того, как там ещё в стенку ударился. И опять же, самая распространённая проблема, он очень много держит кнопку Jump. Не надо её так держать, её надо прям вот ласково так... Тук-тук-тук. Нажало тут же отпустил, прям на момент приземления. Эфиоп. Я русский. 22,9. Из ЕКБ у нас товарищи. Из Екатеринбурга? Да. Вот. Я думаю, здесь та же даже проблема будет с нажатием кнопки Jump. Посмотрите все, все, посмотрите поголовно теорию стрейфа и... О, и прям перед этим приземлился. Да, да, за их падением. Ну, такой, в принципе, хороший был Jump-Up. Ну, стрейф тоже не так, чтобы плохо. Ну, хороший стрейф, да. Да, хороший стрейф, но можно вообще быстрее. Ну, показывай, топ. Ха-ха-ха-ха. Да. Да. Так. Теперь... Бромоскал. 22,9. Play. У нас очень близкие таймы сейчас пошли, но буквально там разрыв меньше, чем 100 миллисекунд. Да, больше скажу, там три тайма по фрейму. Опять прям перед падением приземлился, и там немножко скорость избавила. На 900 была Jump-Up. Не знаю, как... Не знаю, что сказать. Тоже не знаю. У меня все слова на выку 3 кончились. Ну, да. Слишком много тамок, которые у нас не готовят. Агрессор, 22,9. Давай смотреть play. Я ж не знаю, кто нажимает. Кто говорит. Кто быстрее, тот и... Ха-ха-ха. Окей. Будем драться, кто говорит. Давай, агрессор, покажи, как надо. Эх, можно было побольше скорости набрать. 1800. Потерял скорость на повороте. Но, в принципе, здесь это не критично. Ну, конечно, как агрессор играет, так сразу тут не критично, а там не критично. Нет, но там он по-любому немножко... Ну, на Jump-Up приземлялся там. Главное количество прыжков до Jump-Up. Да, ну и в конце, кстати, тоже про Strayfell. Ну, плохо, я бы сказал. И опять же, кнопочка прыжок. Во-первых, прыгайте все на Mouse 2. Это правая кнопка мыши. ПКМ. Я не знаю, как еще. И... Отвечаетесь от пробела и нажимаете как можно меньше, что ли, кратковремени. Вот. Ага. И тот же кипиш. Следующий у нас... Челябинск, play. Да. Побыстрее на 130. Ага. 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 Ну, кто говорит, ты? Я... Ты говори play. Плей. Говори play. Хорошо. 22720. Быстрее на чуть-чуть тоже, но быстрее. Ага. 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 Альмера. Альмера. Да. Альмера, да. 21872 play. Из Москвы. Альмера это же вроде у нас был игрок такой, да? Да. Альмера это... Это она и есть, да. Жи живут на. Жи живи. Так это... Это и есть Альмера или это есть... Да. Это и есть Альмера, да. Или это человек, который просит ее позвонить ему? Не. Как привлечь внимание девушки? Мы пришли демку на лисикап с ником позвони мне. В следующий раз я пришлю демку на варкап с ником call me enter. Попробуй только не подсути ей. Ну, в целом, кстати, очень даже хороший джампад и... Да, очень неплохое прохождение. Да, классно. И точь-в-точь такой же тайм поставил мягкий пуз из России. Посмотрим в плейд. Позвони мне. Enter. В общем-то та же самая Альмера. Чтобы никого не выйдет за глушение. Правый сёркл. Вау. Очень даже эффективно. Он использовал даблджамп. Неплохо так головой зацепил. Скорость набирал. Да, очень четкий стрейф, я хочу отметить. Без особых потерь скорости очень плавно, хорошо ведет. Но опять же жмет прыжок очень-очень. И плохой джампад, кстати. Да, и стрейф не такой хороший, но... Ну получше, чем у предыдущих. В принципе стрейф даже очень хороший. И... Ну получше, чем у Альмеры, я бы сказал. Но у Альмеры как-то четкости что ли больше. Ну мне так показалось. CPM X7, Казахстан. Play. Быстрее на один фрейм. Вроде бы один, да. А прикинь, было бы три тайма с одинаковым. Этот тайм. Вообще класс. Ммм. Как? На ДФВЦ. Помню. Три топ-три. Да? Ммм... Один раз было. Это давно было? Да, по-моему... Четвертый, что ли, год? А, офигеть. Ну ты... Мамонт. Ха-ха-ха. Не, за какой... Какой четвертый? Ну, кстати, хороший джимпад. Нет, я набрал. ДФВЦ-04 я... По-моему. Хотя не... Может быть. Ну, в общем, кто хочет посмотреть какой-то был год, пишем на зеркале, где скачиваем карты ДФВЦ-04 и смотрим, какого года карты там, в принципе. Эээ... Так. Ну что ж. Э-ээ... Ээмгот ещё один петрович play. Хова. Ха-ха-ха. Да... Эпетрович... Из-за... Украины, да. Ещё один человек из этого клана, наверное. Ну, это точно клан, да. В принципе. Да, набрало... Но набирают они, видимо, людей... Навичков... Набирают... Альмеру... Альмерис,arn... Стрейк, в принципе, неплох. в джампад попал, завернул тоже неплохо, скорости много зоны в принципе попадал почти хороший Джамал Петрович вот неплохо, кстати, держал прыжок меньше гораздо мне кажется, это дало свои плоды плюс, да Dream Россия 21 на 648 пошел буквально на чуть меньше, чем на 100 тоже опять плотные таймы у нас идут и у него стрейф, он как быстро меняет зоны не сделает джампад, отнулся в рампу как бот да, но у него ну дикий сенс и надо отдать ему должное я думаю, при такой быстрый сенс четко попадает, офигенно да, да, очень четко попадает прям как я в лучшие годы красавчик ну стрейф хорош, реально хорош Dream молодец, давай, старайся лучше еще немножко и попадешь в топ и первый тайм, кстати из 21 секунду у нас вышел и получил QN сделал 27 да, плей так, что сказать сразу на почти полсекунды обошел стрейф очень сильно начинается то есть он ага, он вот таким вот образом прыгал наверх горизонтальной скорости имел на тысячи почти 200 а вот он поэтому и выиграл я думаю по времени да, у него очень очень много минус джампов да, и кстати очень хороший хороший джамм аут финиш вот ладно следующее босс Россия плей 20 и 360 еще на полсекунды пол 7,6,5,4 нет, на 400 быстрее стрейф в принципе очень неплох тоже использовал втыкался в джампад и здесь дабл джампа почти на 1200 получал скорости получилось у него свернуть вот он минус джампа как раз еще один сделал и попадал прям в зону четко-четко очень хороший стрейф ну, да в принципе монтер умеет стрейфить так что от него другого и не ждали это был у нас топ 5 кстати да, вот сейчас пошли и 3 да, начинаются жесткие-жесткие в Китае мы сейчас идут ю-дмитрий 22 ю-россия ю-райплей быстрее на соточку но ну, слушай мне кажется для Дмитрия обогнать монтера должно быть даже на рампу он даже через нее полетел через это ну, так и надо по идее через как ты называл перила да перила ну, хороший джалп джампад тоже да и стрейф ой, какой хороший стрейф и классно мне вот нравится когда он пилой заигрывает со мной мне так нравится локи открывает топ-3 побыстрее на два фрейма play да чуть-чуть буквально обошел его вот ооо карта почти почти нет ее не если нет джош подумал он успеет за 10 секунд его пройти ааа лом голосование прикинь было бы эпично такой прошел юнекс мап зовут вот у него очень хороший поворот был джампад и он прям четко четко попадал в эти зоны да но он не очень хорошо сделал джампад кстати второй последний последний да но не очень хорошо но за топ зона потом классно продал кажется но он говорил что может еще побыстрее просто он забил на цпм он начал играть веку 3 да и топ 2 серебро у нас уносит торнер 2015 play быстрее еще на пару фреймов ну кстати можно поздравить реально торнера за такой результат это в принципе не очень легко я думаю дается удалось 1200 опять вот тысяча сразу с джампада да вот это было следовало в принципе если бы торнер сделал а где тут лучше ты особо сделаешь да фрейма ну как сказать дрочь так и говори у нас цензуры здесь все пытаются по чуть-чуть кто может ну в общем кто-то на фрейм другого перебивает вся карта такая все все тайм на фрейм быстрее друг друга давай топ-1 есть поздравляем тебя австралийский наш друг 20 и 160 в общем топ-1 из 20 никто не вышел но подал на переглину точно так же на 1200 но он прямо на джампад попал он даже не шел там даже не фрейма и на 1000 сколько там 40 у него было и потом он очень хорошо на страйфе до 1500 почти да у него очень хороший джампад получился в принципе и за счет джампада я думаю он вырулил потому что я видел чеки на старте побыстрее между прочим и вы тоже логи кстати вот в общем огромное количество демок на эту карту да смотреть ставим ставим скиллом все их не будем давай одну демку глянем ставим скейлом на топ-1 которая давай и выку 3 тоже 0.5 давай сначала тогда 3 подожди потому что вышел уже из подожди ну запускай я все равно не успею ладно play это фпс логи которая 23 и 496 который у нас офигенно прошел таймскейлом 0.5 вот сейчас сразу халп бита начинает со второго прыжка смещаться в бок чтобы потом прострейфить и вот пытается он прям с уголка попал на краешек прям попадает почти четко в зоны головой ударился куда нужно ну локи четкий стрейфер у меня и на стриме замечали что он ну дикий дико стрейфит гранд фрейм у него сейчас неплохо был и вот сейчас один прям вообще на пиксель здесь сделал буквально чуть-чуть два шага до этого джампада это кстати очень сложно так сделать ну да и очень быстро он сделал маленький стрейф и потом джампада и в общем халп битом набрал очень много скорости и цпм топ 1 демка хейст хаста как хейст ладно хейст хаста ты что ты не огорчаешь это ненца хаста наверное какой-нибудь ну да да так циркл неплохой он прям с краешка начинал чтобы побольше было скорости попадал прям зоны и вот переводит правильно в зоны которые нужно делать даблджамп подавился головой сделал на 1000 там вообще почти на 1200 вот и здесь он допрыгнул прям до джампада да и вот у него я думаю самый такой плюс это вот джампад последний на котором он сделал с 1040 он начал с него лететь и сбился с 1252 это очень многое ну и за счет этого я думаю выиграл эту карту ну побеждает сильнейший естественно вот я еще раз переключаюсь на браузер да здесь как раз вот они все демки всех их можно кто хочет скачать здесь как раз проставлены все места вот мы кстати два десятых места да вот они паком можно прокомментировать на данный момент стартовал стартовала вторая карта это табалюси лисикап 02 которая ну которая имеет одни ракеты ну поэтому это вроде как rocket run так настрочили уже 48 комментариев добавляйтесь к этому числу да первую карту кстати на первой карте было 40 комментариев она и даже 48 буквально два дня и уже вот присылайте демки будем ждать будем также делать обзор на них все посмотрим обязательно даже если будет не знаю 100 штук да ну начнем пораньше ничего страшного вот ну что ж ждем ваших демок ждем ваших таймов вэров и всего остального следите за своим джампом как вы сильно его жмете не жмете следите за новостями мы есть в дискорде мы есть во вконтактике где мы еще есть на дефлю вроде как ну вот тут да мы есть на ютубе так что комментируйте присылайте демки всем хорошего всем удачи всем пока да всем пока всем пока всем пока всем пока